Путешествия на Шри-Ланку могут стать хитом весеннелетнего сезона у самарцев. Улететь на зелёный остров в Южной Азии, окружённый океаном, можно напрямую из Курумыча. Операторы в этом году поставили рейс Самара-Колумба. Если раньше туристы пересаживались в Москве либо в Дубае, и перелёт растягивался на время стыковки, плюс необходимость приземляться, багаж, забирать и регистраться на новый рейс, то сейчас это прямой перелёт. Примерно 8 часов, и вы на месте. И эти рейсы пользуются популярностью, несмотря на то, что они не очень дешёвые, где-то 150 тысяч за двоих на 9 ночей. Но, тем не менее, возможность увидеть одну из самых экзотичных стран, причём та страна, которая довольно дружелюбна к туристам. Там очень комфортно, и пляжи, есть и экскурсионные программы насыщенные. Также напрямую из Самары можно улететь в Паттайю, на курорт юго-востока Таиланда. Как и отдых на острове Шри-Ланка обойдётся недёшево, но туристов это не останавливает. Входят бронирование, и довольные туристы возвращаются, потому что прямой перелёт. Цены, конечно, не радуют, потому как они по сравнению с прошлыми годами завышены значительно. Но туристы бронируют. И хочу заметить, что именно в весенний период горящих туров лучше не ждать, поскольку вылетов не так много, и горящие туры становятся дороже, вместо того, чтобы быть меньше по стоимости. А вот туры в Турцию, которые всегда были популярны у самарцев в весенне-летний период, сейчас не пользуются спросом, рассказывают эксперты туристической отрасли. Это связывают с землетрясениями, которые унесли в стране почти 48 тысяч жизней. Путешественники пока опасаются бронировать туры как в Стамбул, так и на известные турецкие курорты. В феврале традиционно был лидером продаж, и мы продавали Турцию на всё лето вперёд, и даже до сентября, до октября. Сейчас тенденция этого года, на мой взгляд, это связано с землетрясениями, это то, что люди пока ждут. Эксперты разъясняют, что землетрясения не являются страховыми случаями, и возмещать деньги за испорченный отдых страховые компании не будут. Со страховыми компаниями мы общались, у них позиция такая, что если землетрясение напрямую не повлияло на тур, то есть, например, что инфраструктура аэропорта повредилась, и рейсы невозможно совершить, отель, возможно, там пострадал, хотя с отелем, скорее всего, просто найдут операторы замену. Больше упор делали на то, что технически нет возможности поехать в страну. С учетом того, что до начала сезона еще много времени, и инфраструктура туристическая не пострадала, потому что эти регионы были восточные, это достаточно далеко от курортов, то, в принципе, нет оснований отказываться от туров, потому что операторы эти туры продолжают осуществлять, и, соответственно, туристы, только если сами очень сильно переживают, они могут перенести дату поездки, либо отказаться с какими-то удержаниями, но страховым случаем землетрясения в данном случае являться не будет. Более того, на лето туроператоры ожидают дополнительные авиарейсы в Турцию, что, возможно, снизит стоимость туров. Не только наши чартеры, но и турецкие авиаперевозчики будут в игре, и поэтому, возможно, будут какие-либо конкурентные снижения цены именно в Турцию. По поводу весенней Турции поставили и мартовские вылеты из Самары, и апрельские вылеты. Для любителей ближнего зарубежья есть прямые туры из Самары в Баку и Ереван. Цена выше, чем в прошлом году – 70-80 тысяч на двоих, на 5-7 ночей. Однако эти страны пользуются все большим спросом у самарцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.